здравствуйте сегодня я нахожусь прекрасной студии полдри у замечательной татьяны швец замечательного тренера замечательной красивой девушки и сегодня мы узнаем о ее жизни и и пути и первый вопрос который я тебе задам на какой ты сегодня волне татьяна на ваши всем привет на волне позитива радости творчество любви счастья это очень круто расскажи немного о себе о своей жизни где ты обучалась какое тебе образование вообще изначально я психолог по образованию закончила университет пять лет и как-то так сложилась жизнь что я пошла работать тренером я не хотела учиться на пятом курсе но мне пришлось пойти работать да учиться пятый курс я пошла работать тренером фитнес-тренером и тогда случилась собственно моя любовь со спортом и так пошло ну дальше по жизни я всегда мечтала быть тренером насколько я знаю ты очень много лет занималась гимнастикой как так получилось что ты вошла в мир пилона ну я немного лет занималась гимнастикой где-то с шести до девяти лет три года получается три три с половиной но это и немало по сути ну да немало тем более гимнастика влюблена была до бесконечности в гимнастику обожала просто это все дело любила безумно тренировки соревнования и все что вот это вот вся суета все что происходило там потом когда я завершила карьеру гимнастки если так можно высказаться мне больше ничего не нравилось из танцев то есть я пробовала восточные танцы хип-хоп джаз-фанк контемп гоу-гоу тверк стрип пластика все это было но мне ничего не цепляло и где-то лет в 19 или в 20 я увидела что есть такое направление как полдэнс но тогда еще это было лет восемь назад это как бы считалось не совсем не спортом ну и я пошла на тренировку никому не сказала пошла мне безумно понравилось все и я окончательно влюбилась подержали ли тебя твои близкие в твоем новом начинании очень сложно было кому-то доказать что это все-таки спорт но к счастью мама очень лояльно относилась к всему чем я занимаюсь поэтому в принципе как бы она сказала что если тебе нравится то можешь заниматься сложнее всего было объяснить такое направление собственно как экзотик пол спорта в принципе все отнеслись более-менее нормально экзотик конечно было намного сложнее объяснить даже сейчас ну мало кто принимает говорят что это глупости но я думаю это такие глупые стереотипы людей которые навязаны обществом на самом деле сегодня пол спорта и стрип пластика это очень востребовано и многие хотят себя в этом попробовать тем более для девушки которая мечтает раскрыться мечтая стать более женственная думаю такое направление как экзот очень даже заходит и я по себе знаю как это заходит на самом деле как это раскрывает себя изнутри и ты смотришь на все иначе преподносишь себя иначе чувствуешь себя иначе и для мужчины которые рядом с тобой находятся это очень даже 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 не буду спорить экзотик но пол спорта экзотик очень сильно отличаются друг от друга я безумно благодарна пол спорту за за здоровье за физическую активность за поддержание собственно физического здоровья за работу потому что в принципе я веду тренировки в основном пол спорт экзотик для души для тела для энергии и именно экзотику я благодарна за раскрытие себя наверное как женщины за вот эту женственность грацию пластику за вот все что вот он развил вот на данный момент это вот именно благодаря занятиям на экзотике потому что пол спорт он тебя раскрывает но это все-таки спорт это отличная альтернатива тренажерного залу фитнесу но я бы не сказал что это прям танцевальное направление экзотик это вот именно танцевание кто хочет танцевать туда как давно ты статусе тренера и какие направления ты ведешь если брать в общем статусе тренера то вот с 20 лет это получается 8 лет начинала я с фитнес-тренера проработала полтора года и потом уже пошла на получилось так что мне предложили стать тренером полдэнс без обучения без ничего я никогда вообще не думала что это такая ответственность я была еще слишком молода я сказала да давайте хорошо и просто за два месяца я научилась делать какие-то элементы и стала тренером полдэнс не могу сказать что я этим горжусь потому что я думаю что такие решения нужно принимать более ответственно но вот собственно уже получается 7 лет но без этого не было бы старта твоего конечно да конечно на первый год конечно я побилась я не знаю как в первый год ко мне ходили девочки может быть даже полтора я как я никого не убила и они не убились на тренировках я не знаю но собственно вообще тренера которые есть у нас в студии это мои ученицы вот этим да я горжусь это очень круто сейчас когда ты смотришь на себя в начале тренерского пути как ты анализируешь себя как ты к этому относишься тебя это забавляет тебя это пугает или в то же время ты отыгрыш ты не гордишься этим на самом деле это гордость я не горжусь таким быстро принятым решением потому что на самом деле просто все решилось за мне позвонил руководитель там одной студии спросила хочешь быть тренером я сказала хочу ну мне кажется что так неправильно так принимает решение когда ты все таки несешь это же было на легкие это было круто когда наверное тебе летом 20 ты вообще ни о чем не думаешь это сейчас наверное я бы задумалась там пыталась бы взвесить все за и против а тогда да давайте туда туда и туда меня давайте везде меня просто берите только я хочу вот везде тусить и чем-то заниматься и не знаю как то вот сейчас я смотрю на это все мне смешно направление какие ты сейчас ведешь самые основные такие которые тебе по душе все что касается пилону ну группы это пол спорт и растяжка вообще безумно люблю растяжку больше чем пол спорт экзотик оставила для души даже не беру индивидуальные тренировки по экзотику вот сейчас не тренируешь по экзотику экзотик нет пару раз как пару раз были девочки которые ходили ко мне на индивидуальные тренировки на экзотик группы я не открывала все-таки я хочу чтобы это осталось такое мое близкое для души и личное и как ни странно я веду еще детские группы обучающие детей не знаю как родители конечно нас смотрят на мою личную страничку в инстаграме но это моя личная страничка в инстаграме дети любят родители вроде тоже хорошо относятся детей я обучаю правильно пол спорту без каблуков поэтому вроде должна быть как тебе работа с детьми помнится мне было у тебя моментик рассказывала что ты не будешь работать да я на самом деле первые наверное года два или три я уже не помню я кричала вообще на каждом углу везде где только можно было что я никогда в жизни не буду работать с детьми дети это вообще не моё хотя я на законных основаниях имею полное право вообще работать с детьми там диплом могу показать педагогическое образование все но я считала что это даже не знаю как то вот не мое или я не готова морально к этому но как обычно вселенная нам посылает такие ситуации что вот ставить тебя одним местом и тебе нужно выкручивать ты зарекалась получилось так что в один момент у нас было две группы набранных детей полные группы то есть ну мы должны понимать что как бы если группы набраны их распускать это как бы не очень хорошо отразиться и тренер там один прекрасный тренер вдруг решил что она будет уходить резко нежданно негаданно ну и что мне делать я не могу быстро найти тренера мне пришлось самой становиться на эти группы с ужасом вспоминаю свою первую тренировку с детьми но как-то получилось так что они меня любят я их тоже люблю и надеюсь они не будут это не услышать что я их люблю потому что они не должны об этом знать я думаю они это чувствуют да у нас на самом деле первое время только было тяжело потому что с детьми очень тяжело держать дисциплину но в работе с детьми сложнее всего работать с их родителями есть такое дело поэтому мамы передаем привет всем мамам и хочу сказать что на самом деле начинается действительно все с родителей вот какое у родителей отношение к тренировкам и к тренерам вот такой вот ребенок придет и так он будет относиться к тебе потому что с дисциплиной работать на самом деле достаточно проблематично и сложно а так я думаю что вы видите видео stories мы как мы веселимся здесь развлекаемся дети ездят на чемпионаты родители я с собой на чемпионаты не беру чтобы никто ничего не отвлекал и в принципе все очень круто складывается я как раз хотела с тобой поговорить по поводу чемпионатов узнать приходилось ли тебе я понятное дело участвовать соревнования какими из них ты гордишься какие достижения у тебя были как вообще происходят чемпионаты насколько это волнительно подготовка и когда это уже твои ученики выступают как вообще происходит ну чувства очень разные на самом деле одно дело когда ты выступаешь и готовишься другое дело когда ты готовишь для меня мои чемпионаты но я не могу сказать что они не значит ничего может быть из-за того что на гимнастике было достаточно соревнований я как бы я знаю что если я хочу достичь какого-то результата я выложусь на сто процентов и все сделаю гораздо сложнее когда ты кого-то готовишь и стоишь за сценой и вот особенно дети выступают и есть такое правило что ты стоишь за ребенком и ты вот прям на сцене находишься наблюдаешь за ним и когда ребенок забыл танец и ты стоишь и ты понимаешь что ты ничем не можешь помочь кроме как стоять и вот так давай давай еще соберись и ты же так вот и там мысленно материшься посылаешь все ночи добра пытаешься как-то это все отправить туда эти глаза которые на тебя вот ты он крутится ребенок в элементе смотрит на тебя вот такими вот глазами помоги я забыла и вот в этот момент конечно вот просто внутри все разрывается и ты пытаешься вообще понять как помочь а ты помочь не можешь вот это вот самое сложное для меня я не знаю может быть для кого-то другое а твои личные соревнования мои личные соревнования убивают меня только физически потому что ты ведешь тренировки тебе нужно готовить других людей и тебе нужно самой очень много тренироваться и в какой-то момент я приняла для себя решение что ну пока что я не хочу убивает просто напрочь спину колени руки и ноги и шея голова просто сдертые руки и полностью ты в синяках не знаю стоит ли это медалек есть медальки есть кубки все это есть у тебя своя студия я знаю что у тебя она была другая да расскажи как ты вообще пришла к тому чтобы открыть первую свою студию опять таки я была молода решение было очень спонтанное я работала в другой студии и в какой-то момент я поняла что мое понимание того как должна работать танцевальная студия абсолютно не сходится с руководителем прошлой студии это был очень крутой опыт это был крутой старт я за это безумно благодарна я чисто случайно пришла домой и было уже принято решение что скорее всего я буду просто уходить и не буду работать тренером в студии данной или вообще не буду работать вот как-то совсем и получилось так что мне очень помогла мама она безумно поверила в меня и сказала вот делай я тебе помогу я вот прям благодарна от души не знаю насколько взвешено это было решение наверное если бы я знала что это будет выливаться вот в это вот все в более взрослое ответственное наверное я бы тогда не решилась но тогда это было для меня розовые очки это прикольно весело это место для тренировочек тусовочек фоточки видео с девчонками там потусить классно провести время не задумываясь о том вообще во что это может вылиться и что это вообще на самом деле бизнес действительно спонтанные решения иногда очень значимую роль играет в нашей жизни и бывает когда мы не задумываемся и действительно принимаем его спонтанно потому что наши дела идут намного легче чем когда ты думаешь паришься продумываешь просчитываешь у меня очень много есть опыта в своем бизнесе который я начинала и каждый раз когда я его начинала не спонтанно а сидела прям углублялась что-то продумывала выспрашивала высчитывала прописывала он не заходил серьезно поэтому когда ты принимаешь спонтанное решение у тебя притягиваются идейные люди у тебя это все как-то получается реализовываешь и методом проб и ошибок ты уже корректируешь по ходу дела как карантин сказался на твоей студии и вообще на твоей деятельности боль просто можно мы о грустном не будем говорить можем поговорить об этом позитивном ключе ну на самом деле наверное если бы не случилось этого карантина я бы никогда в жизни не решилась на переезд хотя это было такое достаточно травмирующее событие в моей жизни я безумно любила то помещение которое у меня было но как оказалось решения как обычно принимаются и все становится намного лучше тоже опять таки это было спонтанное решение решилось все за ну за дня два наверное даже как-то очень быстро нашлись возможности чтобы это все сделать за один день ровно за один день я нашла помещение в принципе как и в прошлый раз тоже я нашла помещение за буквально за пару дней вот было принято решение проходит пару дней я нахожу помещение я не сразу решилась взять я не я еще думала но потом сразу же притянулась да и здесь тоже я больше никаких помещений не смотрела я сюда пришла посмотрела я сразу же просто себе представила где все что должно стоять у меня была огромнейшая мечта чтобы было два зала обязательно отдельная раздевалка чтобы она была с дверью никто никому не мешал и не шумели дети когда переодеваются хотела очень чтобы был вот маленький уголочек для тренеров и отдельный санузел вот как-то я себе это вот так вот представляла я считала что вот это должно быть вот вот так вот хотела еще чтобы была администраторская мы собственно над этим пока работаем карантин как обычно сказывается на всем карантину благодарна за переезд бесит то что как бы невозможно нормально работать но я думаю что когда-то это все пройдет все время да когда-то это будет лучше расскажи почему в таких цветах и как тебе пришла идея назвать свою студию полдри я вообще на самом деле не люблю розовый цвет мы все это заметили я реально всю жизнь не люблю я никогда не носила розовый вот я когда была маленькая я не носила розовые вещи у меня не было вот этих бантиков меня мама ну да она меня хорошо одевала но она меня не одевала вот как одевает девочек там принцессочки цветочки мои то есть ну обычный ребенок девочка почему розовый мне почему-то хотелось я очень люблю фразу dreams come true и вот как-то оно все идет вот у меня так по жизни и для меня почему-то ассоциации с чем-то там белым таким розово пушистым какие-то пончики я не знаю розовые что-то вот в таком духе и как-то вот из этой фразы сложилось pull dream тоже это пришло за один день когда мы вообще тогда еще на том в той студии мы назывались изначально по-другому вертига мы были да я помню я кстати пришла именно на то название да и потом это мы с девочкой как бы собирались как два филиала открывать ну что-то пошло не так как обычно я решила что это должно быть мое отдельное и как-то вот оно так произошло pull dream и вот пошло-поехало мне безумно нравится это название мне кажется что здесь действительно сбываются пилонные мечты людей как работать в коллективе с женщинами? с одной стороны это круто я вот вот на данный момент наверное впервые за пять лет работы руководителем я прихожу сюда в свою собственную студию и я понимаю что здесь каждый человек на своем месте и твой главный человек я такой человек вот у меня да есть какие-то рабочие моменты есть какие-то вопросы которые мне приходится делать там замечания мне приходится там как-то выяснять что-то с девочками но у меня нету вот никаких никакого негатива у меня нету каких-то неприятных вот ощущений когда я сюда прихожу я знаю что я приду и тут прям классно будет все на легке да все на легке все позитивно все круто и я очень хотела вот такой вот атмосферы я этого ждала я ждала когда ко мне наверное нужно было самой внутри поменяться чтобы пришли вот такие же самые люди вот как я сейчас конечно потому что до этого были разные ситуации с девочками были и подставы и обманы и всякие там некрасивые уходы и скандалы интриги расследования все это конечно было но я и много плакала много чего пережила но слава богу это все позади я безумно рада что многие люди ушли я им благодарна за опыт за то что вот я вынесла из этих уроков которые они мне преподнесли у нас разные дороги и слава богу а так вообще работать сложно но можно ты говоришь что нужно было самой поменяться для того чтобы пришли такие же идейные люди тебе по духу ты работаешь с психологом да у нас он с тобой общий благодаря тебе и я работаю с психологом и все что на сегодняшний день я имею то как я выгляжу то чем я занимаюсь это благодаря тому что ты поделилась со мной своей волшебницей я безумно тебе благодарна расскажи немного о работе с психологом это не первая моя работа с психологом я как бы сама по образованию психолог и на самом деле я прекрасно понимаю что сам себе ты все равно так не поможешь как тебе поможет специалист в этой области но я тут согласна с тем что нужно найти своего специалиста и это не так как показано в фильме что ты приходишь ложишься на кушеточку у тебя спрашивают о чем мы сегодня поговорим или что вас беспокоит нет это происходит не так это на самом деле происходит гораздо проще и интереснее и ты даже сам никогда не знаешь во что это может вылиться с одной стороны это страшно это больно это порой выливается в какие-то непонятные вещи которые творятся с тобой с твоим телом но потом это все отражается в самую лучшую сторону и вот сейчас психолог с которым я работаю я прям вот лена я надеюсь что она это услышит я безумно благодарна тебе больше скажу придет время она будет в нашем эфире да круто блин это очень здорово и я безумно благодарна ей за то что она со мной сделала потому что из таких страшных ситуаций из таких страшных состояний когда ты просто уже себя не контролируешь мне кажется плакать начну она меня достала то ну я не знаю сколько можно ей говорить спасибо я тебя понимаю в этом как никто другой потому что работа моя с ней тоже продолжается и она действительно волшебная волшебный специалист и человек и я тоже ей безумно благодарна поэтому я понимаю твои эмоции то о чем ты сейчас говоришь мне кстати когда-то задавали вопрос а не боишься ли ты что ты вот постоянно работаешь с психологом и потом тебе тоже придется вот постоянно это выяснять вот малейшая ситуация и ты не сможешь принять само решение я сказала что не боюсь и вот сейчас я понимаю что последнее время я уже не посещаю так часто вот хочется мне пойти я иду то есть это уже не постоянная терапия я уже это все прошла все уже что можно было мне кажется я проработала понятное дело что впереди будут какие-то ситуации вселенная будет проверять меня я готова я дальше идти или не готова сейчас я понимаю что в принципе я сама справляюсь с тем что мне вот дается мне посылается и я не бегу к ней сразу же там плакать выговариваться говорить прорабатывать это все само по себе очень быстро происходит ну то есть это очень крутой результат я вижу результаты нашей работы то есть настолько кардинально поменялась твоя жизнь после работы с ней да просто полностью перевернулась и перевернулось сознание перевернулось мировоззрение понимание людей ситуаций того что вообще происходит у меня очень сильно поменялось отношение к людям отношение к моим ученицам к моим девочкам которые работают к семье к родственникам даже в личных отношениях ну поменялось вот полностью все говорят меняешься ты меняется мир вокруг тебя да это прям сто процентов давай поговорим с тобой немножечко о соцсетях я знаю что ты достаточно активно их ведешь знаю что в инстаграме у тебя большая живая аудитория но самая большая живая аудитория у тебя была в тиктоке да расскажи немножечко как-то так сложились обстоятельства что я решила идти в ногу со временем скачала этот тикток и просто у меня было наверное осенью очень много свободного времени я отвлекалась на самом деле мне просто нравится я очень люблю поржать я очень люблю посмеяться и как бы для меня вообще даже в людях это одно из первых таких на что я обращаю внимание тикток достаточно такая интересная платформа там есть юмор есть и даже какие-то лайфхаки есть и танцевальные какие-то прикольные штуки я решила почему бы и нет тем более что я не помню кто-то мне сказал что из тиктока ну это такая еще платформа для рекламы я попробовала смотрю людям заходят подписчики пошли и единственное что было достаточно конечно тяжело в инстаграме такого не было в жизни такого не было я столкнулась с огромным количеством хейта как сейчас говорят негативных отзывов потому что столько гадостей сколько мне писали в тиктоке я наверное просто за всю свою жизнь не читала не слышала и не знала вообще что так можно делать но спустя 4 месяца как я снимала всякие разные прикольные видосики набралось 450 тысяч подписчиков но есть люди прекрасные которые сами наверное ничего не умеют делать кликают кнопочку жалоба и из-за огромного количества жалоб к сожалению мне было конечно очень грустно неприятно почему так почему такое отношение просто забрали мой аккаунт я его пыталась восстановить два раза его забирали я два раза его восстанавливала на третий раз у меня его забрали полностью причем первые два раза меня восстанавливали но на неделю все равно блокировали то есть я все равно ничего не могла снимать но подписчики при этом шли потому что мои видео были в рекомендациях на третий раз все забрали при том что я писала очень много писем и для меня очень странно почему там можно делать видео голыми можно делать видео бодипозитивных всяких разных штук небритые подмышки люди полные и это все нормально все хорошо а меня заблокировали для меня это до сих пор загадкой и непонятно но я вот сейчас начала снова ввести второй аккаунт я не веду его уже так активно уже нету конечно не живешь уже да уже этим не живу у меня нету такого запала да прикольно бывает снимаю пару видео бывает не снимаю то есть у меня уже нету какого то такого запала потому что несправедливо не честно и конечно это не очень приятно но сейчас как у тебя там с аудиторией а я не помню сколько как воспринимают вообще видео сейчас сейчас нету такого я просто не снимаю как таковые видео на пилоне там в шортах в топиках для того чтобы как бы лишний раз не провоцировать то есть я всегда снимаю видео там в лосинах в закрытом топе может быть там чуть-чуть приоткрываю но как бы в прекрасной обуви обувь конечно очень сильно людей провоцирует пишут но чаще всего я просто нажимаю кнопочку блокировать данного пользователя и мы на этом прищаемся мне очень интересно вот такие люди которые жалуются это какая-то возрастная категория или это просто закомплексованные женщины я не знаю по-разному на самом деле для меня очень странно что чаще всего гадости пишут мужчины просто дома такого нет вот даже сегодня запостили в группу какое-то мое видео при том что видео я сняла вообще от фонаря грубо говоря прочитала комментарии кучу всего нового о себе узнала от мужчин между прочим и пошла себе дальше окей если они так считают для меня странно когда человек может позволить себе написать что-то гадостное неприятное про другого человека при этом вообще ничего не знаю просто посмотрев видео в котором ты как бы ну я прилично я была одета полностью да я просто вот в такой интересной обуви но обувь и правда очень интересная очень интересная и вообще вся деятельность твоя очень интересная и действительно очень удивительно почему именно мужчины казалось бы это такая аудитория которая должна наоборот смотреть вдохновляться слышишь моя иди там попробуй запишу тебя да я согласна но почему-то наше общество еще было не знаю как то вот наверно не готово к этому всему не готово и чаще всего вот именно в интернете я сталкиваюсь вот с таким количеством негативных отзывов в жизни ни разу никто ни ничего не сказал то есть в лицо ни один человек не может подойти и сказать там вот то что пишут в интернете совсем не важно что думают другие мужчины ведь самое главное что думает об этом твой мужчина да я согласна и я знаю что ты замужем как давно и как тебе в статусе жены поддерживает ли он тебя два месяца как я замужем это как бы не первый мой раз но он очень сильно отличается и муж очень сильно поддерживает верит мотивирует вдохновляет всегда говорит о том что я должна заниматься тем что мне нравится ему безумно нравятся мои танцы все как бы вот это вот ему очень нравится поэтому от него исходит просто какая-то сумасшедшая колоссальная поддержка которая вот вообще ну я не обращаю внимание на мнение других людей потому что я вижу как он к этому относится все для меня это самое главное как тебе статусе жены? да нормально я не знаю как то я бы не сказала что это что-то поменяло может быть поменяло немножко ответственность разве что но первый раз ничего не поменяло когда я была замужем ответственности как бы не появилось тут да наверное больше ответственности как-то появилось и не знаю как то все девочки наверное стремятся к тому чтобы выйти замуж 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 как можно быстрее у меня как то не было такого вот как то оно так само по себе получилось ну замужем и замужем я помню тоже когда стремилась в 20 лет выйти замуж и прямо это была моей идеей такой номер один и когда по итогу я все-таки вышла замуж я поняла что это как бы ну не самая главная идея которая должна была быть в моей жизни и действительно не важно выйти замуж важно с каким мужчиной ты будешь жить главное быть замужем и замужем конечно поэтому в этом я тебя понимаю какие планы у тебя на будущее личные карьерные любые можешь поделиться любыми планами которыми можешь поделиться у меня есть определенные планы но я не хотела бы их озвучивать потому что они такие очень сокровенные очень личные но скажу честно я не вижу себя вот через пару лет я не вижу себя тренером и я не могу сказать что я вижу себя руководителем студии я бы хотела поменять деятельность я сейчас над этим работаю планирую пока что это вот так как будет дальше не знаю посмотрим есть ли у тебя какие то доски визуализации какие то дневники где ты прописываешь какой ты себя хочешь видеть через год через два там через пять лет у меня когда-то была несколько лет назад как это называется карта желания доска визуализации да я жила еще с родителями и у меня в моей отдельной комнате была эта доска сбылось все что было на доске все абсолютно даже вот вплоть до цвета машины вот которая у меня была раньше вот все сбылось даже серый код который там был нарисован свадьба которая там была вот все что вот было на тех картинках до мелочей даже у меня были определенные элементы на пилоне которые я хотела сделать выучить вот все я это сделала выучила на этом собственно моя карта желаний закончилась сейчас я нахожусь в поиске вообще понимания студию тоже все это вот уже произошло наверное я сейчас на том этапе что я ищу что-то новое что-то другое сейчас наверное будет реклама марафона блиновской который я проходила я хотела как раз поговорить об этом да проходила этот марафон он мне очень сильно зашел потому что наверное на тот период когда я как раз только-только приходила в себя он мне подвернулся очень понравилось я была вдохновленная я помню я после твоей рекламки тоже поучаствовал да мне прям зашло но сейчас я понимаю что те желания которые были у меня на тот момент это не те желания которые у меня есть сейчас поэтому я пока что ищу и вообще на самом деле я считаю что карта желаний это очень прикольная штука и наверное нужно об этом задуматься и сделать новую ты знаешь я тоже часто раньше делала подобные карты я называла их доска визуализации но сейчас я перешла немножко на новый этап после марафона с блиновской вот я начала прописывать просто все прописывать каждый день чего бы мне хотелось в каких-то деталях и после работы с психологом я выработала для себя новую методику я пишу рассказ о том как это все уже осуществилось вот у меня есть определенное желание я его пишу там я там сегодня там не знаю в этом платье да там на таком-то и таком-то мероприятии на мне то-то-то одета я испытываю там замечательные эмоции рядом со мной такие люди в общем я описываю это в картинках и заканчиваю рассказ тем насколько я счастлива как это все круто и как я хотела чтобы это произошло в моей жизни и помнится мне у меня был момент когда я тоже была в таком тяжелом состоянии мне нужно было найти квартиру куда съехать с маленьким ребенком и я написала рассказ про квартиру потому что нас никто не хотел брать с малышом с кошкой у меня была собака попугай и в общем еще и бабушка и все вот это вот счастье надо было переместить с личной квартиры на съемную квартиру и я искала ее очень долго и после того как я написала этот рассказ буквально на следующий день попался точно такой вариант как я написала с точно такой же суммой с такой планировкой нас взяли это было круто я поняла что это работает ты не пробовала такие методики я просто заметила что в принципе если я чего-то очень хочу и прокручиваю это в голове оно просто сразу же приходит поэтому какие-то методики и когда я не забываю о том что я могу все что я захочу могу все это получить могу все это сделать я это все прокручиваю в голове но само по себе приходит то есть если мне вдруг срочно что-то нужно и мне это просто вот так так же самовыпуск квартиры тоже недавно собственно так же самое получилось мне нужно было срочно сейчас я хотела красивую светлую уютную и буквально я очень долго ее искала думала но потом когда я в какой-то момент вечером на старой квартире закрыла глаза и подумала о том что все мне нужно я хочу я себе ее быстренько представила и вот на следующий день сразу же вот подвернулась то есть я как-то даже не визуализирую а просто думаю и как-то мысли наверное они материальны и вот оно само по себе приходит так же самое вот даже в работе я всегда думаю о том чтобы ко мне приходили ученицы такие же как я я вот серьезно говорю я смотрю сейчас на все свои группы на всех своих учениц и я понимаю что это прям мое все идеиные вот все просто до одной вот нету ни одной девочки которая вызывала бы ко мне какие у меня какие-то чувства что блин ну может быть она бы перестала ходить вот ну все мы с этим сталкивались это нормально ну мы все люди а сейчас я понимаю что блин нету вот все прям вот мои классные крутые и вот все люди которые сейчас мне встречаются они вот нужны это очень круто потому что действительно нужно окружать себя теми людьми которые тебе близки по духу которые смотрят с тобой в одно направление тогда легче работать и жить как бы легче ну и меньше прорабатывать психологом по сути ну вот собственно и материальные мысли ты себе подумал и оно тебе пришло что бы ты посоветовала нашим зрителям тем кто в начале своего пути пилонного творческого пути или тем кто мечтает открыть подобную студию стать тренером что бы ты им посоветовала никогда не бояться никогда не бояться и не думать про мнение окружающих потому что люди будут всегда говорить всегда что-то будет кому-то не нравится ты никогда не будешь идеальной для людей вот если тебе хочется ты это делаешь все ни маму ни папу там бабушек дедушек родственников друзей ты можешь послушать если тебе дают дельный совет человек который в этом разбирается а если человек в этом ничего не понимает допустим там человек который никогда вообще не делал бизнес вдруг рассказывает тебе как его нужно делать как его открыть смысл его слушать поэтому я считаю что не нужно бояться даже если ты прогоришь это будет очень крутой опыт ты будешь знать что у тебя вот есть какие-то ошибки ты будешь исправлять и просто идти дальше это твоя жизнь и никто за тебя ее не проживет кроме тебя самого хочешь покрасить волосы в синий надо красить это точно все свои внутренние желания нужно осуществлять и идти к своим целям без страха я желаю тебе быть на волне всегда везде и всюду какое нам будет решать тебе и сейчас для наших зрителей я бы очень хотела тебя попросить продемонстрировать что-то из своего творчества да там какой-то танец какую-то связку крутку чтобы наши зрители видели что ты умеешь и возможно многие захотят прийти и научиться у тебя этому хорошо без проблем мы будем очень рады спасибо Танюшу тебе спасибо я не знаю что ты умеешь не знаю как доживал до льда вера как все на бей когда закончатся полеты первых ластачек и ты усталая придешь к себе домой увидишь из окна слова из ярких лампочек я напишу тебе я напишу тебе не бойся я с тобой мы можем быть только на расстоянии и в невесомости хочешь упасть я не болеть не стану хочешь лететь 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 но я тысяча раз забывал повода сам себе кричал ухожу навсегда непонятно как доживал до утра вера но я буду с тобой или буду один дальше не спешать и же не подойти прежде чем навед по меня намериться вера друг 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 друг